А также мы, кроме странного сообщества-одиночки по жизни, давайте посчитаемся, нашли интересное сообщество на Лерушечке, которое называется «Вопрос-ответ». Спрашивайте, мы отвечаем. Там все, кому не лень, спрашивают любые вопросы, которых интересуют, ну, насущные там, ну, любые вопросы задают. И на эти любые вопросы пользователи этого сообщества отвечают. Ну, будем отвечать коллективно, то есть ты свой вариант ответа, я свой вариант ответа, а пользователи пусть выбирают. Вопросы реальные, ответы тоже, как бы, будем стараться. Случайно ли ни у кого нет сценария по фильму, снятому в 2001 году «Вечером на хуторе Близди Каньки»? Могу подсказать. Причем вечером на хуторе Близди Канькики. Вечером. Ну, это порно, по-моему, какое-то такое, украинское, с Еленой Бирковой. Я думаю, что я могу подсказать, где сценарий взять. А, где сценарий взять? Сценарий, спросите, у Гоголя. С завтрашнего дня буду подрабатывать репетитором по математике и русскому языку у девочки из третьего класса. И мне очень нужно знать, что именно проходит по русскому и математике в третьем классе, чтобы сегодня вспомнить все успело и хотя бы не плавало. Ты знаешь, бедная девочка, ты из третьего класса, у которого собирается работать такой репетитор. Я не завидую этой девочке. Нет, ну, во-первых, можно учебник взять и посмотреть, что проходит. Один из самых простых. Я не представляю, что тебе ответят на Леру, что проходит в третьем классе. А, ну да. Эй, есть здесь третьеклассники, что вы там проходите? Второй, поверить в свои силы. И не плавать. Это всего лишь третий класс. Третий класс. Вы не будете плавать. Вы знаете это, если вы хотя бы в четвертом классе. Друзья мои, помогите, кто может. Подарили вчера Nokia N76. Хочу скачать туда программы, игры и прочую бесполезную. Ой, ню. Скажите, в какую папку сохранять все это? Ненужную, бесполезную. В корзину. Какую папку? В корзину. То есть, у меня вообще парадоксальный вопрос. То есть, ненужная, бесполезная. Мне нужно скачать и куда еще сохранить? Зачем ее вообще качать, если она ненужная, бесполезная? У меня маленькие глазки. И я думаю, как их визуально увеличить? Надо ли делать акцент на губы? Просто кажется, когда я делаю губы визуально больше, визуально больше, когда я делаю губы, на их фоне глаза теряют свою форму. Ты можешь сделать так, чтобы глаза у тебя потеряли форму? Быренько, быренько. Губы большие, чтобы глаза теряли. Глаза теряли. Прямо на глазах, глаза на глазах теряли форму. И какая прическа мне пойдет? У меня волосы пышные и сильно пушатся. Местами крутятся. Вот думаю, их лучше выпрямить и убрать этот объем. Может, тогда глазки будут казаться больше? Или же наоборот, не надо этого делать? Посоветуйте, плиз. Блин, мой совет. Вот так ходи. Знаешь, ты страшный. А хочешь, вообще тебя напугают? Давай. А правда, что, чтобы приворожить мужчину раз и навсегда, нужно подлить ему мясяки в кашу? Для тех, кто не понял, что такое мясяки. Я с десятого раза, вот только Алексей мне объяснил. Мясяки, я так понял, что это в понятии этой девочки, которую написала, это месячные. Мясяки в кашу подливают. В современные школьники, в столовой, свои мясяки в кашу подливают, чтобы приворожить. Раз и навсегда. А потом шить, а все мальчишки за косы хватают, непонятно. На переменках. А они мясяков объелись и приворожились на всю жизнь. А лучше сразу в кастрюлю. Сразу. Тють мань. Я вам принесу. Соус принесу. Отвратите. Ой, дети, что ж вы делаете? Люди, помогите, пожалуйста. Есть какой-то конкурс по русскому языку, но я не могу его в инете найти. Короче, мне учитель сказал, что ключевые слова какие-то ННС. Я не знаю по-русски или по-английски. Может кто-нибудь знает или просто поможет найти. У меня ощущение, что учитель этого молодого человека, знаешь, учитель не по-русскому, а по-магии. Ищи ННС. Ананас. Есть конкурс в интернете по-русскому. Ключевые слова ННС. Веди ННС. А какие депрессивные группы вы слушаете? Вот новый альбом Cradle of Fields. Он помогает мне в сложные, трудные минуты моей жизни. Звучит, конечно, ужасно, но, по-моему, это прекрасно. Это самые депрессивные песни в мире. Cradle of Fields. Слушайте Cradle of Fields. Девчатки, помогите пожилые. Знаю вопрос тупой. Его сто раз задавали, но все-таки. Был секс. Парень сказал, что он немаленький, последствий не будет. То есть у маленьких последствия бывают, а у немаленьких не бывает. Не бывает. Мы не предохранялись. Прошло пять дней. Тест делать бесполезно. Что мне надо сделать, чтобы быть уверенным? Выпей водки. Почувствуешь уверенность в своих силах. Как бы можно записаться на мой тренинг. На мой тренинг уверенности. Тренинг уверенности. Уверенность для современных школьников. Уверенность для школьников. Там я расскажу, что прошло пять дней тест делать полезно. А мне вот грустно. А ты же еще был в сообществе девственницы? Был? Ну я зашел. Я так, знаешь, сначала я испытал такой легкий восторг. А через два поста мне надоело. А им не надоедать. А это как бы не врут девственницы. Вот такие замечательные сообщества есть на Леру, на Мейл.ру. Ну если вас интересуют вопросы, пишите нам в Леру туда, а мы будем оттуда эти вопросы задавать. Потому что... Да, слушаем мы сегодня. А слушаем мы сегодня новый альбом Кридл Фил. Звучит ужасно, но по-моему это прекрасно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!